Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать новиночку от компании Spiro. Моделька имеет вот такое интересное название P. Вот такое вот название. И вот хочу выразить мое почтение компании, потому что вот у них уже была люлька. И та люлька была в принципе достаточно там с натяжкой неплохой. Но то, что сейчас они вот сделали вот эту люльечку, особенно со стандарта MySize, за те деньги, что она стоит, это какой-то скачок в стратосферу, как по мне. Действительно очень хорошую люльечку они сделали. Кстати, ссылка внизу в описании есть. Пройдите после обзора, посмотрите. Очень недорого, со стандартом R129 iSize. А я напомню, это стандарт, который очень жестко проверяет автокресло. И, соответственно, если стандарт кресла имеет, то вы смело можете доверять ребенка этому креслу. Автолюльки. Поэтому здесь все окей. Кстати, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Сейчас покажу, как его крепить. И, соответственно, в заключении мое короткое мнение. Смотрите, что анатомически мне понравилось. Очень классный вкладыш. Здесь еще есть дополнительная вкладка для пояснички ребенка, чтобы выровнять ребеночка. Спинку. Вкладыши, естественно, вынимаются по мере роста ребенка. Смотрите, как у нас очень хорошо фиксируется голова. Голова должна быть максимально хорошо зафиксирована. Потому что первый год ребенок, первый год жизни, ребенок очень слабенький. Он только формируется. Хрящи, кости, все у него только становится на свои места. И нужна максимальная фиксация ребенка в автокреслах. Поэтому не надо искать здесь какой-то кроватки. Нет, ребенок должен быть зажат. И, соответственно, полусогнут при ДТП так надо. И в автолюльках именно так и сделано. И по этой же причине рекомендуется первые, особенно, месяцы жизни как можно меньше, желательно не больше 40 минут, возить ребенка в группе 0. В автолюльке имеется в виду. Вот, собственно, базовые вещи основные я вам сказал. В общем, по тканям тоже мне очень все нравится. Особенно в этот бюджет, друзья, ну я даже не знаю, до чего докопаться. Она стоит недорого, отдает вам такую классную люлечку за эти денежки. Вот, также у нас есть, если вы сможете, если, точнее говоря, вы поставите ее на колясочку. А вы сможете ее поставить, потому что есть крепежи под большинство колясок. Ну, естественно, и свои фирменные тоже. Вот, через адаптеры можете ставить на какие-то быстрые маневры поездки. Можно ее использовать. Вот, так что есть дополнительный козырек для таких целей. Так, кстати, что касается ткани, ухода за тканью, вдруг все-таки испачкали. То снимаете, стираете до 30 градусов, чтобы ткань не села. Потом обратно вы ее не оденете, в противном случае. Так, друзья, давайте, короче говоря, попробуем ее установить. Что для этого нужно? Естественно, ребеночек едет против хода движения. И ставим ее против хода. Вытаскиваем ремень полностью. И ремень, который идет снизу, мы проводим вот здесь в направляющий. Вы прекрасно видите, где я сейчас провожу ремень. Вот эту защелочку нам нужно уже защелкнуть. Тянем за ремешок, чтобы нижний натянулся. А верхний, друзья, проводится вот здесь, специальным тоже направляющим. Получается, снизу у нас прошел через весь каркас ремень. И здесь уже фиксирует, чтобы он никуда не выворачивался. После чего нам нужно абсолютно всю конструкцию натянуть так, чтобы она как струна была, натянут весь ремень. И вот в это пустое место я бы порекомендовал полотенце, скрутите что-нибудь. В этом инструкции нет, друзья. Это мой личный совет. Просто, чтобы как распорка служила, то, что вы сюда засунете, и оно было как монолитное стояло, и ремень меньше разбалтывался. Потому что при тряске он чуть-чуть потихонечку растягивается. Вот, собственно, что касается крепления. Все просто. Можно, соответственно, на любое сидение в автомобиле так установить. И никаких проблем не будет с установкой. Те направляющие всегда тяжело ремень проходит. Вот, собственно, и все, друзья. В люльках особо действительно много не расскажешь. Она минимальный набор функций имеет. Поэтому, как поставить, с тканями уже, ребята, стирайте до 30 градусов. Лучше так, чтобы не садилось. И, собственно, мое короткое мнение, это R129 стандарт, друзья, за копейки. На самом деле, очень недорого. Напоминаю, ссылка внизу в описании. Пройдите, посмотрите. И мы уже мерили ни одного ребенка. И всем очень, в том числе и мне, нравится посадочка ребенка. Просторненько, классненько, удобненько. Хорошо зафиксированная голова. Поэтому я могу смело от души рекомендовать эту люлечку. И, как минимум, не проходите, выбирая люльку для своего ребенка, мимо этой модельки. Изучите, посмотрите. Можете приехать в мир автокресел с малышом. Посмотреть. Или же просто заказать парочку домой. Вам курьер привезет. Вы дома уже посмотрите. С роддома же надо уже в люльки забирать. Поэтому примерить не получится заранее. Вот. Поэтому можете две заказать. Одну выберите, другую он увезет. Так что я лишь хочу пожелать вам взять хороший выбор, грамотный. И удачи на дорогах. Пока.